Так когда же ждать очередной транш? На переговоры в США был делегирован глава Министерства финансов. Впрочем, в Вашингтоне в эти дни целый министерский десант из Украины. Около часа назад руководитель МИДа встретился с американским госсекретарем. Обо всех вашингтонских встречах узнаем у моего коллеги Дмитрия Анопченко. Он на прямой связи со студией Соединенных Штатов. Дима, добрый вечер. Начнем с МВФ. Что сказали министру финансов? Когда будет новый транш? Наташ, ну действительно, тут очень много месседжей сегодня из Вашингтона. Хотел, потому что два ньюсмейкера, два министра по порядку. И очень подробно все расскажу, потому что с обоими министрами говорил сам. Ну, во-первых, по поводу МВФ. Вышел господин Данилюк к прессе после переговоров. Встречался в МВФ он с Дэвидом Липтоном, замом главы фонда. Сказал о том, что в 20 числа, либо 20, либо 22 состоится. 20 числа марта, я имею в виду. И состоится вот этот совет директоров по украинскому вопросу. В принципе, никаких проблем для того, чтобы согласовать украинский вопрос, двинуться к выделению транша нет. Хотя бы потому, что меморандум уже подписан. По поводу меморандума много вопросов. Вот премьер сегодня немножко приоткрыл завесу. Мы тоже спросили министра, что же закреплено в меморандуме. Он подтвердил, что МВФ настаивает, чтобы вопрос реформирования пенсионной системы и вопрос создания рынка земли в меморандуме был закреплен. Однако он нас заверил, несколько раз подчеркнул, что это не является жестким требованием. И вот даже прямую цитату приведу. Мы говорили с министром. Он сказал, мы украинскую размовляли, он сказал, руки нам никто не выкручивав. Такого еще сказала, это прямая вымога. Або гроши, або эти вымоги такого не было. Ну то есть министр говорит о том, что в принципе есть диалог, но нет очень жестких требований для получения денег. Есть и первый результат. По словам Александра Данилюка, достигнута договоренность о том, что МВФ поддержит создание в Украине службы финансовых расследований. И вот как он сказал об этом. Извичайно, мы поговорили про службу финансовых расследований. Тут у нас есть спильная позиция, что податковой милиции быть не будет. То есть МВФ поддерживал эту позицию. Как вы знаете, для меня это было надзвичайно принципово. И я был против восстановления податковой милиции. То есть сейчас приоритет – это создать службу финансовых расследований. И нам тут не дадут необходимую допомогу. Ну и вот эта служба финансовых расследований – новая структура, которая, возможно, будет создана в Украине. По крайней мере, помощь, о которой говорит министр, ее обещали оказать и МВФ, и Министерство финансов Соединенных Штатов, и АРС. Грозная структура – американская налоговая служба, которой здесь все миллионеры боятся. Наташа. Спасибо, Дима. С деньгами понятно. А чем закончилась встреча главы МИДа украинского с госсекретарем США? Ну, эта встреча прошла буквально час назад. Мы до сих пор находимся в Государственном департаменте Соединенных Штатов. И я хотел бы сказать, что эта встреча очень символичная. Потому что первый разговор тет-а-тет и американская политика, и американская дипломатия, они в принципе символичны. Здесь принято смотреть на символы, на заявления, на месседжи. И вот в ходе этой встречи, а мы не только поговорили с министром, мы начало этой встречи даже видели сами, начало переговоров Тиллерсона и Климкина, прозвучало много важных месседжей. Я кратко их перескажу. Ну, во-первых, Рекс Тиллерсон, американский госсекретарь, заявил, что и при Трампе Америка будет поддерживать Украину. Обсуждался несколько вариантов, каким образом оказывать давление на Россию, для того, чтобы ослабить градус напряженности на Донбассе. Обсуждался еще один вопрос, вот как быть с нормандским форматом. Когда министра Климкина об этом спросили, он сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему не будут частью нормандского формата, но будут очень активно его поддерживать. Ну и самый главный месседж сегодня прозвучал, вот слова, которые явно будут во всех заголовках, во всех передовицах. Помните вот эти бесконечные спекуляции у политиков, и в Фрессе, и в Фейсбуке, что, мол, Украину разменяют, Украина будет разменной монетой в большой геополитической игре. И вот, по словам Климкина, Тилишсон очень четко дал на этот вопрос ответ. Послушайте. Ну и еще одну легенду сегодня развенчали. Часто говорили, что, мол, у Тилишсона одна позиция, у президента Трампа другая. Я по окончании этой встречи спросил министра Климкина, когда вот все эти заявления сделал госсекретарь, чью позицию он выражал, свою личную, или это сконсолидированная позиция новой команды. И он сказал, да, это позиция новой команды, это позиция Соединенных Штатов. Наташа. Спасибо, Дима. Дмитрий Анопченко с подробностями визита украинских министров Соединенных Штатов Америки.